Подробности. Прямо сейчас. Подробности. Простите, пожалуйста, что мы вам в начале программы позвонили. Просто так бывает, когда у депутатов похожи номера телефонов. Начинаются на цифру 2. Я надеюсь, сигнал будет хороший. Я сейчас еду в Эстонию, конференция здесь. Все хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, те два законопроекта, над которыми работала ваша комиссия, которые сегодня были приняты, если мы будем раскладывать по полочкам для потребителей, что они дают? Ну, самое главное то, что все в очень большом стрессе были летом, когда поменялись тарифы на электричество практически для всех домохозяйств. Ну, там были существенные увеличения. Это был неправильный шаг. Неправильный шаг в том, что надо было, конечно, при таких больших изменениях быть каким-то переходным периодом, когда люди могут пересмотреть свои подключения и приспособиться к этим. Поэтому это правильное законопроект. Законопроект, поэтому то, что сегодня произошло, то, что практически для всех домохозяйств, которые с одной фазы и ампераж до 30 ампер, то есть 25 это последнее, и там промежуток, то есть до трехфазных, трехфазные до 25 тоже будут иметь совсем маленький ступень при увеличении тарифа. Этот тариф будет в следующем году сниженный и также чуть-чуть подняться, но этот уровень поднятия будет ограничен. То есть в 25 году будет еще чуть-чуть больше, но это будет совсем несущественно по сравнению с тем, что было предложено летом, ну, то, что проявилось летом. Но здесь мы вместе с Националом Афином и тоже в комиссии мы довольно хорошо, качественно этот вопрос пересмотрели. И здесь промежуток получается, тех, которые простых, то есть в квартирах живут, у которых одна фаза и 30 ампер или 40 ампер, 32 или 40 ампер, эти домохозяйства не получат. То есть они сразу получат, здесь у меня записано, от сегодняшних, которые в силе, старые, то есть которые были в силе, евро 24, да, на все были однофазные, одинаковые евро в месяц подключение. Сейчас эта ступень будет увеличиться существенно. Например, на одну фазу 32 ампера, это 8 тысяч таких домохозяйств, это будет 12 евро 16 центов, то есть, ну, довольно серьезное увеличение. И также одна фаза 40 ампер, это тоже 15,2 евро в месяц, от 1 евро 24. Так как в комиссии мы решали, что, и одобрено это было, что нет смысла этих ставить снаружи, оставить этих без этой подмогы, так как эти домохозяйства будут переключаться или вниз на одну фазу 25, или вверх на три фазы, большинство наверх на три фазы 16, где у них получится меньше затраты в месяц. То есть это нелогично. Но сегодня, к сожалению, коалиция не поняла, что я рассказывал, это не эксель, да, здесь просто люди будут переключаться, все равно это по финансам не будет иметь разницу. Но, к сожалению, это не приняли и осталось как в оригинале было задано, то есть не как комиссия. Но это одна вещь, то есть те, которые имеют три фазы дом, где, ну, 27 тысяч таких домохозяйств, где 32 ампера, да, три фазы 32 ампера, сегодня это было 6 евро 40 центов за месяц за подключение, но будет существенно, да, увеличиться на 29,44. И эти не будут иметь это ограничение, то есть по полной программе будет иметь. Также есть такие три фазы, 40 ампера, то есть более мощное подключение. Это будет вместо 8 евро уже 36,80. То есть эти не получат. Но все другие получат, то есть, ну, там, увеличение будет очень, ну, приемливое, то есть, и можно будет два года в течение двух лет выбрать правильное к себе подключение уже при прособнице. — Господин Клуброс, можно про уточнение какое-то совсем такое, может быть, как сказать, для чайников, потому что не всегда просто разобраться вот в этих цифрах, амперах и так далее. Вот давайте возьмем среднюю квартиру, подавляющее большинство домов, это однофазное подключение 16 ампер. Начиная с Нового года, стоимость электричества конкретно для жителей этих квартир, оно станет меньше, чем они платят сейчас, или чуть больше? И если да, то на сколько? — То есть здесь не вопрос, сколько будет стоить электричество, это ваш выбор подключения к продавцу, но подключение с АДОЛАСКИКУС, то есть физическое подключение, чтобы у вас этот ток был дома, то есть провод, чтобы работал, 1 фаза 16 ампер, это больше всего, конечно, правильно сказали, это будет от 1 евро 24 цента поднимется на 3 евро 24, то есть, ну, совсем несущественно и достаточно приемливая ступень. И с 2025 года это будет 5 евро 24 цента. То есть этот законопроект конкретно ограничает поднятие этой ступени, чтобы это не было так, ну, так много сразу. Ну, это, конечно, надо понять, что это за счет Латвенерго, которые прибыли от Латвенерго, то есть там довольно много миллионов потрачено будет на это, чтобы это покрыть. Господин Кулбергс, ну, еще один важный вопрос сегодня был принят, и он касается единой системы компенсаций на затраты на электроэнергию для жителей нашей страны, для домохозяйств с низким и средне-низким уровнем дохода, да. Ну, сразу напрашивается вопрос, что такое низкий и средне-низкий уровень дохода, как это все будет определяться, и кто будет рассчитывать на эти компенсации? Ну, я хотел бы сказать, наконец-то, наконец-то, сколько лет, если мы хорошо помним, время ковида, также прошлую зиму, также, когда электриша субсидировала государство, мы расставали, ну, как это называется, вертолетные деньги. К каждому и всем, то есть, ну, совсем несмотря, нуждается ли эта семья или эта квартира, ну, этой помощь или кто-то, которому это совсем, то есть, ну, несущественно и может покрыть это превышение. То есть, мы тратили государственные деньги не совсем правильно, то есть, и качественно. Но на этот час это значит, что с 1 января будет электронная система, и главное, что жителям понимать, это пенсионерам и тем, где инвалидность, где не настолько высокий уровень, то есть... Доходов. Доходов, да. Те люди автоматически получат. То есть, есть создана система, которая будет мерить конкретные пропорции, то есть, процентную пропорцию, сколько затраты уходит на энергию от всех домохозяйства, и автоматически уже эта система будет работать. То есть, вам не надо будет специально заявлять, ходить, чтобы вы получили это, это у вас получится автоматически. Эта система будет связана с информацией от государственных датам... Баз данных. Баз данных. И также это будет, эта система не будет сразу вот только такая и все. Она, конечно, будет улучшаться, и сейчас первое их действие будет уже начинаться с января. Я думаю, это хороший подход, чтобы государственные деньги, эта помощь ушла именно тем домохозяйствам, где точно это нужно, и где нам надо помочь, не всем, кому даже, ну, например, мне, я могу заплатить, я могу это покрыть, и мне не надо помощи от государства. Это нуждаются другие люди, чтобы мы не тратили государственные деньги попросту. Ну, и главное то, что не надо будет, то есть, мы знаем, что большинство процентов, которые получают эти деньги, это будут пенсионеры, которые не имеют настолько хороших навыков, как искать в компьютере, в интернете, ну, то есть, этого подхода нет. Им надо физически ехать, заявления писать, то есть, это больше не будет. Они автоматически получат это уже без этого бюрократического процесса. А вот может ли возникнуть, на ваш взгляд, риск, что все-таки получат эти компенсации люди, которые, ну, может быть, не настолько в них нуждаются? Например, человек получает официально зарплату минимальную или, может быть, ниже, а все остальное он получает в конверте? Я, на 100% будет такие ситуации, 100%, и эта система не будет перфектна, именно перфектна с самого начала, это точно, но это будет все равно намного меньше, чем мы просто разделяем деньги всем. Конечно, будут ошибки, конечно, но это будет совсем правильный путь, где можно будет улучшать эту систему автоматическую. Надо научиться, конечно, ее пользоваться, это будет, я думаю, надо дать время, чтобы получалось, не надо критиковать сразу, чтобы просто научились ей пользоваться, какие критерии использовать, какие критерии. Ну, сегодня, например, хороший вопрос возник, где мы задали этот вопрос тоже в комиссии. То есть система будет мерить, сколько у вас на аренду квартиры уходит, то есть сколько это пропорции. Но мы тоже задали, чтобы не забыли того, что люди, которые не арендуют, но взяли кредит и против кредит банку, это тоже существенные затраты, которые увеличились довольно хорошо, увеличились из-за ставок банковских. Но это чтобы не выпало из системы, чтобы эта система брала и тоже домохозяйств, которые платят кредит. Спасибо вам огромное, господин Кулбергс, за то, что вы нам разъяснили все нововведения, которые сегодня Сейм одобрил в окончательном чтении. Андрис Кулбергс, депутат комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике, был с нами на связи. Благодарим и всего доброго вам, хорошего вечера. До свидания. Пожалуйста, спасибо. Спасибо. Ну что ж, вот, по-моему, господин Кулбергс очень детально разъяснил, кто сколько будет платить за распределение электроэнергии. Главное, что установили эти потолки, поэтому, ну вот, по крайней мере, до 31 декабря 2025 года никаких сюрпризов здесь, по крайней мере, не должно быть. Ну и плюс это новая система, да, то есть как-то автоматически будут высчитывать, кто нуждается в этих компенсациях за электроэнергию, и автоматически, значит, будут их получать. Это, это и хорошая система, мне кажется. Главное, чтобы она работала. Главное, чтобы она работала, да. Надо будет посмотреть, как она будет работать, а потом мы скажем, что она хорошая. Хорошая, да, да, да. Она работает.